С днем рождения! С днем ангела, дорогие имени Ники! Сегодняшний день – день всех учащих и учащихся. С легкой руки одного из приближенных Екатерины в Московском университете был освящен храм в честь мучениц Татьяны. И сей храм стал храмом всех там учившихся, а поскольку это учебное заведение было одной из немногих в тогдашней Руси, праздник Святой Татьяны стал с тех пор праздником всех грызущих гранит науки, всех учеников и всех преподающих полезные учения. До сегодняшнего дня, кстати сказать, храм Татьяны существует, он недавно был возрожден в Московском госуниверситете. Это храм полный, только молящимися, но и молящимися академиками, молящимися профессорами. Этот храм, давший миру многих священников с академическим образованием. Вообще уникальное святилище Божие, где науки и вера не соперничают друг с другом, а обнимаются и дружат, и ходят под ручку. Вообще, что для сегодняшнего мира обезумевшим науке, отвергающим религию, есть весьма ценно. Но сама Татьяна жила в Риме, в Риме третьего века. Она была дочерью знатных римских патрициев, которые были христиане. Они, ее родители, научили ее основам христианской веры. Святая Татьяна была диаконисой. Был такой священный чин в ранней церкви, который сегодня, в принципе, уже не встречается, хотя есть разговоры о том, чтобы возродить институт диаконис. Это женщины, которые или в девстве посвятили себя Господу, или овдовев посвятились на службу, которые исполняли самые разные церковные поручения и послушания. От ухода за имуществом церкви до, скажем, оглашения женщин, до проповеди среди женского населения, до помощи священнику в крещении женщин и так далее. Там у них был довольно широкий круг различных обязанностей. Святая Татьяна как раз была диаконисой. В праздновании императора Севера начались в Риме жестокие гонения. Это были 30-е годы III века н.э. Один из наместников императора, римский начальник, жестоко гнал христиан, и Татьяна попала как раз под эту метущую метлу. То есть ее схватили за имя Христова и ее стали мучить. Описание ее мучений занимает такой текст плотных повествований в несколько страниц или даже листов машинописанного как раз такого текста. Ее резали на части, ее бросали к голодным львам. Она была введена в римские капища, чтобы там поклониться идолам, и там, молясь, делало так, что идолы падали в ответ на ее молитву и сокрушались, после чего ее опять били до полусмерти, и она опять сохранялась живою. Описание ее страданий насыщено такими чудесами, такой злобой со стороны тех, кто терзал ее, и таким терпением с ее стороны, вместе с тем такой всемогущей помощью Божией, которая ее укреплял посреди вот этих переносимых ее страданий, что современному изнеженному человеку, который и зубной-то боли не терпит. Читать это иногда странно, иногда невыносимо, иногда сумнительно, потому что мы сегодня далеки от праведности, мы сомневаемся во многом, но не сомневаемся мы в том, что святые и святые поистине. И вот Татьяна, претерпевшая многие муки за Христа, в частности, и выкололи глаза за веру, и многое другое не сделали, в конце концов умерла, претерпев отсечение главы, вместе с нею казнили ее родителя, отца, который правильно воспитал ее, который вместе с жизнью временной посеял в ее душе семена жизни вечной, научил ее веровать в Христа Спасителя. Части мощей этой мученицы находятся в разных местах, к примеру, десница ее находится в Пскове, Псково-Печерском монастыре, где ваш покорный слуга однажды имел счастье видеть эти мощи и лобызать их на богослужении. Кроме Татьяны, сегодня мы поздравляем с Днем Ангела Савву, Петра, Евпроксию и Мартиния. С Днем Ангела, дорогие учащие и учащиеся! С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова